Барбарис Тунберга Адмирейшн Эдмаэйшн можно перевести как восхищение. И такое название сорту дали не зря, так как барбарис Адмирейшн отличается красотой, и он внешне является самым привлекательным барбарисом. Форма кроны у кустарника шаровидная, иногда слегка приплюснутая сверху, она разрастается до метра в диаметре. Кусты имеют очень привлекательную яркую пурпурную листву, которая по степени яркости зависит от места произрастания и температурных условий. Листья у этого сорта отличаются еще тем, что у них есть кайма желтого цвета, которая стабильна и не зависит от возраста растений. По мере приближения осени листва меняет свой оттенок на более яркую. Средняя высота у растения – 50 см. Сорт пользуется большой популярностью, как у ландшафтных дизайнеров, так и у простых садоводов. Низкие температуры он выносит хорошо, и укрытия на зиму не требует. Сорт также устойчив в продолжительной засухе, и ему вполне достаточно влаги от дождя. Эта культура медленно растущая, и она пика роста достигает только через 10 лет. Как и все сорта Барбариса Тунберга, этот сорт любит солнечные места либо полутень. А почву предпочитается песчаную и неплотную, хотя может расти и на любом грунте. У этого сорта эффектный внешний вид. У него листья с оригинальным пятнистым рисунком. Кусты способны вырастать до двух метров и имеют пышную крону с густыми ветками. Форма куста округлая. Молодые побеги имеют желтоватый цвет, чем отличаются от остальных стеблей. Листья имеют среднюю длину и составляют 1-3 сантиметра. Этот сорт Барбариса медленно растущий, за год он вырастает не более 15 сантиметров. Зацветает орликин в мае либо в начале июня цветами желтого цвета, имеющими красную внутренность. В сентябре либо октябре появляются плоды, имеющие красный цвет и белые прожилки. Сорт способен легко приспосабливаться и растет даже в городских условиях. Он неприхотлив и устойчив к вредителям и заболеваниям. В садоводстве используется для посадки с другими культурами, из него делают живую изгородь, высаживают и как солитер. Барбариса Тунберга, Гауриа. У Барбариса Тунберга, Ауриа, оригинальный окрас листьев. Все тона лимонного и оранжевого цвета. Шипы очень редко расположены, их длина меньше 1 сантиметра. Цветение начинается в апреле. Цветки довольно мелкие, и они собраны в соцветия, которые осенью превращаются в гроздья с ярко-красными ягодами. Молодой куст имеет прямостоячие побеги, но со временем под тяжестью они пригибаются. Садоводы полюбили этот сорт, так как он компактен. Высота сорта, как правило, не превышает 1 метра, и ширина у куста такая же. Аурию можно использовать как в качестве солитера, так и в групповых посадках. Кустарник эффектно смотрится на изумрудном фоне газона. Их него выращивают живые изгороди. Красив он и в садах, оформленных в японском стиле. Этот сорт неприхотлив, его можно выращивать на любых грунтах. Он легко переносит засуху и морозы и является культурой, устойчивой к заболеваниям. Растения привлекательны как в молодом возрасте, так и в зрелом. Барбариса Тунберга. Мария. Этот сорт барбариса приведен в Польше специально для Российской Федерации. Мария без проблем переносит российский климат. Как жару, так и стужу, и сорт одинаково хорошо растет как на плодородных черноземах, так и на бедных дерново-подзолистых почвах. Сорт очень красив и в разное время года он смотрится по-разному, но очень декоративно. У него хороша и форма куста и цвет листьев, и его ягоды. Барбариса Тунберга. Мария вырастает в вышину до полутора метров, а в ширину до одного метра. Сорт медленно растущий, и его максимальные размеры достигаются только к седьмому году жизни. Кусты имеют раскидистую колонновидную крону, очень густую. Листья у растения округлой формы. Когда барбарис только зацветает, листья имеют огненно-красный окрас. Со временем окрас листьев изменяется и становится светло-зеленым, а порой и желтым, с ободком красно-карминного цвета. С приходом осени листья у куста становятся оранжево-красными. Особенно красив этот сорт во время цветения, которое очень обильно. В это время куст похож на желтый туман. Плоды у Марии имеют продолговатую форму и гладкие. Созревают они в сентябре и способны долго не осыпаться. Этот сорт легко обрезать и формировать. Из куста можно вырезать разнообразные фигуры. Барбарис Тунберга Golden Ring Барбарис Тунберга Golden Ring Пурпуролистный вид, и он во многом схож с темно-пурпурной формой, в отличие от которой выделяется изящным и утонченным золотисто-желтым кантом листьев, что весьма благотворно сказывается на внешнем виде растения. Высота взрослого растения – до 2,5 метра. Диаметр крона – до 3 метров. Листья овальные или почти округлые, длиной до 3 сантиметров. Летом они фиолетово-красного окраса с желтой каймой, осенью – насыщенно красные. Цветение этого сорта начинается в мае либо в июне цветками желто-красного цвета. Плоды – красные блестящие ягоды – созревают в сентябре. Данный вид барбариса практически не подмерзает и гармонично смотрится в бордюрных группах и в стриженных изгородях. Сорт Golden Ring был выведен в 1950 году и уже тогда был весьма востребованным в ландшафтной композиции загородного участка или городском озеленении. Барбарис Тунберга Green Carpet – пышный кустарник, у которого хаотично расположены ветви. Куст компактен. Максимальная высота – 1 метр. Диаметр может слегка превышать этот показатель. Раскидистые ветви немного паникают, образуя подобие подушки. Кора кустарника имеет светло-коричневый тон. Побеги покрывают мелкие листочки, имеющие форму яйца. Длина каждого не превышает 3 см. Верхняя часть листвы весной окрашивается в сочный зеленый тон. Внутренняя часть приобретает сизый оттенок. С наступлением осени куст становится оранжевым, а затем бордово-красным. Цветение культуры начинается в конце весны и продолжается до июня. Одиночные цветки собираются в небольшие группы. Лепестки имеют красный оттенок снаружи и желтый внутри. В сентябре на Барбарисе появляется большое количество плодов. Насыщенно розовые или красные ягоды слегка переливаются глянцем. Форма плодов вытянутая. Размер около 1 см. Порой ягоды остаются на кусте до следующей весны. Это позволяет кустарнику сохранять декоративность даже после потери листьев. Барбарис Тунберга, Orange Dream. Это карликовый вечно зеленый кустарник, имеющий высоту до 70 см. Ветви у него тонкие, широко распростертые. Листья очень маленькие, ланцетовидные, яркого оранжево-красного цвета, осенью бордово-красные. Цветет мелкими цветами в мае, к концу лета на побегах созревают плоды, красные овальные ягоды. На количество ветвей сильно влияют морозы. При существенном понижении температуры молодые побеги, которые не успели осенью одеревенеть, всегда подмерзают. Ранней весной их приходится удалять. Яркая расцветка растения позволяет выделить его на участке и разбавить зеленоватую палитру остальных насаждений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова